В Тверской области за минувшие сутки подтверждено 156 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние несколько дней ежедневный прирост заболевших в нашем регионе неуклонно растет. Если в первых числах июня в среднем выявляли по 70 случаев, то к концу месяца это число приближается к 200. Примечательно, что растет число заболевших и в целом по стране. На фоне этого власти столичных регионов вводят новые ограничения. Можно ли говорить о новом всплеске заболеваемости в России? И как защитить себя и своих близких от угрозы заражения? Об этом и не только в нашем репортаже. Ограничение зрелищных мероприятий численностью в 1000 человек. Запрет на посещение зоопарков и закрытие фан-зону и танцполов в Москве. Прекращение доступа горожан и гостей города в аквапарке и на тракционы. Обязательная вакцинация 60% сотрудников сферы услуг в Петербурге. Усложнившаяся ситуация с распространением коронавируса вынудила властей столичных регионов пойти на новые ограничительные меры. Последние несколько дней в России неуклонно фиксируется более 10 тысяч заболевших COVID-19 каждый день. При этом специалисты ожидают нового пика прироста заболеваемости. Об этом в частности пишут известия. С учетом новой информации о динамике распространения вируса прогноз можно скорректировать следующим образом. Пик заболеваемости возможен по-прежнему 30 июня. Его высота будет около 21 тысячи, а количество болеющих примерно 420 тысяч. Затем начнется снижение заболеваемости до 15-16 тысяч новых случаев. Количество активных случаев к середине июля может достигнуть уровня около 522 тысяч болеющих. Сообщил известием завкафедрой математического моделирования энергетических систем Санкт-Петербургского госуниверситета Виктор Захаров. Не все спокойно и в Тверской области. Если в начале июня, по официальным данным, суточный прирост заболевших находился в районе отметок в 70-80 человек, то на третьей неделе месяца он перевалил за 150. По состоянию на утро 21 июня общее число заразившихся в Верхней Волжье составляет 44 137 человек. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус. 1150 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания. Неблагополучную ситуацию с заболеваемостью COVID-19 называют и в региональном управлении Роспотребнадзора. В связи с этим в пятницу 18 июня главным государственным санитарным врачом Тверской области Арнольдом Выскобовым было подписано постановление об обеспечении обязательного проведения прививок по эпидемическим показаниям целому ряду категорий граждан. Это представители сферы торговли, общественного питания, гостиничных услуг, ЖКХ и энергетики. В первую очередь это связано с тем, что эти категории наиболее уязвимы. Уязвимы. Уязвимы с тем, что они больше контактируют с другими и с большим количеством населения. Они контактируют в том числе с людьми, которые приезжают к нам и которые могут быть заболевшими. И мы это наблюдаем в определенных, будем говорить, муниципальных образованиях. Поэтому такое решение принято. Одновременно с этим, напомним, на территории Верхней Волжья по-прежнему действует обязательный масочный режим, введенный еще в октябре прошлого года. В общественных местах и на транспорте обязательно ношение средств индивидуальной защиты. Впрочем, за последние месяцы люди в масках, в автобусах или в магазинах, к сожалению, встречаются все реже. Хотя, как показал проведенный нашим телеканалом опрос, тверетяне готовы носить сизы и верят в их эффективность. Заходим куда-то, мы надеваем обязательно. Я считаю, что перчатки в такую жару, это сложно. Ходить по улице в маске, это некомфортно. А когда заходишь в помещение, где кондиционер, почему бы нет, это нужно. Ну, верите в эффективность? Я считаю, да. Мы каждый день меняем и носим маски. Да, обязательно. У меня сама маска всегда с собой. Вот. И куда я его делаю? Вот. Верите вообще в эффективность маски? Да, верю, верю. Я училась в университете и в военной кафедре. И я верю в эти маски. Нас учили так. Я на дисциплине. Впрочем, ношение масок или перчаток далеко не единственная возможность защитить от инфекции себя и своих близких. На территории нашего региона продолжается массовая вакцинация населения. Сначала кампании прививку от коронавируса сделали 79 811 жителей старше 60 лет. 55% от общего числа вакцинированных. Всего на данный момент в Верхней Волжье прививку сделали 152 650 человек. Это более 92% от общего количества вакцины, поступившей в регион. В Верхней Волжье сегодня работают 55 пунктов вакцинации на базе медучреждений. Кроме того, прививочные кабинеты работают в крупных торговых центрах и в местах массового скопления людей. Очередной открылся в понедельник, 21 июня в Тверском цирке. Прививаются известные личности нашего региона. Например, на днях вторую дозу спутника В получила директор Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова. Ситуация становится более напряженной, заболевших становится больше. И какой-то новый виток этой истории происходит. Поэтому очень важно сейчас помочь привиться и себе, и своим близким. Мы сейчас думаем о том, как сделать день вакцинации у себя в офисе. Чтобы все коллеги могли тоже пройти эту процедуру. Поэтому на самом деле это не больно. Укол такой безболезненный. При этом специалисты напоминают, что в случае заражения ковидом после вакцинации, редко, но бывает и такое, спутник В все равно сделает свою работу. Заболевание может пройти бессимптомно или как минимум гораздо легче для заболевшего. Вакцинация не спасает, не говорит, что 100% человек не заболеет. Это первый момент. Он просто дает возможность перенести боли в легкой форме. Человек, который провакцинировался, должен понимать, что он может быть переносчиком. Он может, возьмем, не заболеет или заболеет в легкой форме. А поконтактировав с кем-то, кто болеет ковидом, он может принести домой или на работу и заразить других. Вместе с тем специалисты напоминают о необходимости ревакцинации, которую рекомендуется проводить примерно через полгода после первой инъекции. Также не лишним будет сдать тест на наличие антител. Словом, пока все зависит от каждого из нас. Не секрет, но главным методом профилактики распространения коронавируса по-прежнему остается вакцинация, ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции, прекращение контактов с заболевшими. Особенно это важно для людей пожилого возраста, так как они чаще заболевают и тяжелее обычного переносят инфекцию. Соблюдение этих простейших правил поможет всем нам в максимально сжатые сроки окончательно остановить эпидемию и вернуться к нормальной жизни.